Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Начинается раунд плей-офф матчем сборной Голландии и сборной Соединенных Штатов Америки. Обязательно, друзья, пишите ваш прогноз на эту игру в комментариях, интересно будет потом почитать и сверить с реальным результатом. Ну что же, сборная Голландии, либо же Нидерландов, заняла первое место в группе А, набрав 7 очков, но вот сборная США заняла, как вы уже понимаете, вторую строчку в группе Б, тем самым попав на первое место группы А. Сборная США, набрав 5 очков, единожды только победила на групповой стадии и дважды сыграла в ничью, но это им не мешает забивать первыми на стадии 1-8 хороший момент. Был в атаке у Соединенных Штатов и уже вот на 11 минуте Ааронс, если я не ошибаюсь, игрок Лидс Юнайтед отлично забивает, выводит сборную США вперед. Многие были недовольны игрой сборной Голландии, сказали, что ну с такой игрой им недалеко до вылета даже на стадии 1-8. И вот так вот пропустив быстрый гол, они быстро же отвечают. На 15 минуте Бергуэйн забивает, сравнивает счет и вроде как ситуация у Голландии налаживается. Отличный был момент снова у Бергуэйна, но здесь уже голкипер Тернер, тоже небезызвестный игрок, играет в английской премьер-лиге, потащил удар от Бергуэйна, который уже сегодня поразил его ворота. Ну а мы уходим на перерыв при счете 1-1. Хорошие моменты возникали у сборной США и также вот такие курьезы случались у ворот сборной США. Это были единственные моменты во втором тайме и у нас будет сейчас дополнительное время. Сержиньо Дест с мячом решил с дальней дистанцией пробить, но Пассвер контролировал этот момент. Коди Гакпо отлично здесь выходил 1-1, но мы смотрим за вот этим моментом ужасная игра защитника сборной Голландии. И Феррера здесь отлично подкараулил мяч, отобрал, там даже отбора-то больше не было, просто ножку отлично поставил, запрессинговал и все. Сборная США снова выходит вперед. Ну и на этом наш первый дополнительный тайм заканчивается. Но вот на такой же ошибке голландцы ловят сборную США и Бергуэйн забивает дубль. 118-я минута. Оставалось очень мало времени и, как вы понимаете, будет серия пенальти. Аренд, Феррера забивались за сборную США и Бергуэйн забил дубль. Но это все было именно в рамках основного и дополнительного времени. Но сейчас вот серия пенальти. По одному удару одна и другая сборная уже реализовала. Копмейнерс отлично пробил в левый верхний угол. И вот Феррера подходит к мячу. Автор одного из забитых мячей сегодня тоже реализует свой удар. А вот и Бергуэйн. Забьет ли он хэтрик? Забивает. Ну, можно так сказать. Хэтрик реализовал два своих момента в основное время игры. Понятно, что и дополнительные. Вот, после матча и пенальти еще. Забил 3-3. Кодиг Акпо подходит к мячу. Неплохо пробивает. Без нервов. Без нервов. Стальные даже. Можно сказать, нервы сейчас у футболистов. 4-4. Сто процентная реализация. У игроков одной и другой сборной. И вот так вот Тернер решил именно на этот момент. Все время практически там простоял по центру. И решил прыгнуть на удар Ван Дайка. Не угадал. И вот походит Маккенни. Игрок Ювентуса. Удар и гол. 5-5. И теперь до промаха. Аки. Хороший удар. Казалось бы, немножко так даже издевательский. Не по ненкой, но все же. Так очень медленно мяч летел в ворота. И вот он. Кристиан Пулишич. Лидер сборной США. Удар. И попадает в перекладину. Либо в перекладину, либо пасвейер. Сам перевел этот мяч в перекладину. На этом все, друзья. Отличная игра сборной Голландии. 2-2 в основное время. И по пенальти выиграет сборная Голландии. Друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это ожиданная встреча, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok